Студия CD Projekt R&D на официальном сайте своего ролевого боевика Cyberpunk 2077 сообщила о выпуске для игры очередного патча. Обновление 1,05 уже вышло на консолях, а на ПК появится в самое ближайшее время. Свежая заплатка стала доступна ровно через неделю после предыдущей 1,04 и спустя всего 5 дней после обещания разработчиков не затягивать с релизом следующей порции исправлений. Патч 1,05 призван устранить ряд багов, например, со срабатыванием скриптов в некоторых квестах, предотвратить ошибки интерфейса, вроде накладывания элементов друг на друга и графики. Закадровые взрывы перестанут быть беззвучными также разработчики обещают, что внесли несколько улучшений стабильности работы Cyberpunk 2077. Это, в свою очередь, должно уменьшить количество вылетов как на ПК, так и на консолях. Конкретно на приставках, помимо прочего, увеличили четкость изображения с хроматической аберрацией и зернистостью, а также исправили внешний вид некоторых машин. Кроме того, настройки теперь не будут сбрасываться после перезапуска игры. CD Projekt R&D уверяет, что на 8-ядерных, 12-ядерных и 16-ядерных AMD Ryzen проблем с многопоточностью не было, что касается PC-версии, то CD Projekt R&D оптимизировала работу Cyberpunk 2077 на 4-ядерных и 6-ядерных процессорах AMD Ryzen. Отныне игра будет использовать преимущество технологии многопоточности. Кроме того, из папки с установленной Cyberpunk 2077 удалили файл memory нижнее подчеркивание pool нижнее подчеркивание budget s.csv. Он, вопреки появившимся в сети инструкциям, на производительность финальной версии не влияет. Напомним, в связи с обилием проблем технического характера покупателей Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One, это касается и розницы, с недавних пор вправе потребовать полный возврат средств. Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на PC, Steam, GOG, Epic Games Store, PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. PS4 версию сняли с продажи в PS Store до появления патчей, которые должны привести игру в надлежащий вид.